Меня зовут Роман Кравченко, я основатель лаборатории акселератора интернет-вещей. Мы помогаем стартапам в университетах. Такие компании, как Microsoft, Apple, знакомые многим. Когда-то это были стартапы, сейчас это большие гиганты. В Украине много разработчиков, но главная проблема – это отсутствие поддержки для реализации своих идей. Благодаря IoT Hub, возможность создавать успешные девайсы теперь доступна и в Украине. Лучшие идеи получат бесплатную поддержку в разработке прототипа для последующей акселерации создания готового продукта и привлечения инвестиций. Прошло 4 месяца с тех пор, как 3 команды впервые пришли в IoT Hub, чтобы реализовать свою мечту. Они работали на пределе своих возможностей, взлетали и падали, учились на своих ошибках и совершенствовали свои стартапы. Одним словом, делали все, чтобы сегодня оказаться здесь, на финишной прямой. Сейчас нам предстоит самый важный день за всю историю акселератора IoT Hub. Сегодня у нас Demo Day. И нужно качественно и максимально донести функциональность нашего устройства публике, которая уже ждет с нетерпением нашего выхода на сцену. Demo Day – это день X для каждой команды. Сегодня они продемонстрируют миру готовые модели своих проектов в надежде получить настоящие деньги и выйти на следующий уровень со своим стартапом. Деньги лишними бывают, поэтому ждем, надеемся веку. Кому сегодня повезет, а кто уйдет домой, так и не получив желаемого? Было сложно, но какой-то этап подходит к концу. Реально ожидания большие. Интересно, что же будет, каких слонов мы получим, если получим. Но в целом, хорошее завершение. Мы готовились реально в большую прямую часть времени именно к этому ивенту. Паяли, сверлили, выступали. И в целом, все наши медиа-активности, по Львову ездили, в Одессу, все были направлены на то, чтобы подготовить нас к этому. Ну, что-то будет. Мы всегда очень вдохновлены, когда IoT Hub собирается весь-весь-весь. У них всегда все бурлит, кипит. Этот фонтан идей, и мы всегда их приводим в пример. И мы хотим, чтобы весь наш каворкинг-платформа был похож на IoT Hub. Этот мир вещей, вещей у нас очень много, и эти вещи, к сожалению, не обладают достаточным умом. Все-таки наполнятся смыслом, наполнятся управляемостью, наполнятся осознанностью. Нам приятно постоянно проводить некоторые мероприятия, которые позволяют пушить эти все инновации, доводить их до состояния бизнеса. То сообщество, открытое сообщество инноваторов, которое мы создаем, мы стараемся максимально драйвить именно открытыми инициативами и со стороны не только создания каких-то штук, но и инвестирования. Поэтому мы сделали некоторый формат, аукцион стартапов, и сегодня, собственно, это произойдет. Я надеюсь, что сегодня кто-то уйдет с деньгами. Нервы на пределе, конкуренция высока, и у команд лишь один шанс проявить себя. Первыми представлять свой проект будет команда Диджи. Их стартап — это «Умный дом». Роутер «Умный» Диджи 24. Он в первую очередь роутер, раздает интернет. Просто у него есть вот такая изюминка, добавленная нами, в виде возможности создания «Умного дома», «Умной квартиры» и вообще концепта «Умной жизни». Чтобы продемонстрировать, как он работает в нашей системе, я сейчас просто в наш бассейн налью воды. Что о повещении? Он у вас может стоять годами, не срабатывая. Но поверьте, один раз он сработает и сэкономит вам десятки тысяч гривен на ремонте соседей. Мы живем в 21 веке, готовится полет на Марс. «Умный дом» на данный момент себе могут позволить единицы людей на Земле. Мы планируем сделать бюджетную версию роутера. Она будет немного стоить, 50 долларов. Про систему уже по всем этим ивентам я, наверное, в среди ночи расскажу от аду я все возможности и преимущества, и недостатки. Но, тем не менее, хорошая импровизация – это всегда хорошая подготовка. Вот поэтому готовлюсь, чтобы не сбиться, чтобы не забыть, не упустить. Все-таки рассказываю о своем детище. Итак. После того, как мы зажжем бумажку, и пройдет несколько секунд, может, 10-15 до того, как дымом насытится гостин. И так. Проделана просто колоссальная уйма работы. Потрачено очень много нервов, соплей и слез. Вот так. Я тут, пожалуй, залезу наперед, и оговорюсь на датчике температуры. Одна ошибка может стоить команде отсутствие инвестиций, если только диджи не найдут способ решить проблему здесь и сейчас. Но мы справимся. Ну, вот, собственно, датчик пожара сработал. Кажется, справились. Но чем это для них обернется, пока не знает никто. А следующим из стартап представит команда Skybox. Мне сейчас, на самом деле, очень так неловко и даже страшно. Поэтому сегодня я бы хотел не выступать. Нервы действительно на пределе, но у Skybox это никак не связано с выступлением. То самое печальное для меня и для нас всех, то, что вчера мы попробовали первый раз задеплоить рабочую версию на, скажем, демо-прототип, и у нас не работает видеокамера. А мне ее нужно будет сейчас представлять, а камера не работает. Работает деплоид файлов, и работает аудиоконференц-связь, которую я тоже не смогу протестировать, я только покажу, как она работает. На данный момент веб-интерфейс реализован, который состоит из четырех функций. Первая функция — это у нас видеонаблюдение. В данный момент мы видим интерфейс отображения видео. Но, опять-таки, по техническим причинам в данный момент видео не проигрывается. Но оно должно здесь проигрываться. Также у нас есть уже реализованная функция аудиоконференц-связи, но из-за отсутствия моего партнера мы не можем вам в данный момент показать, как она работает в действительности. И вдобавок ко всему команда выступает не в полном составе. Я сегодня один, потому что мой коллега скотским образом меня кинул. Также у нас есть функция почты, но на данный момент она абсолютно не реализована. У нас еще есть корпус с голограммой. Мы хотели его сегодня вам представить, но, опять-таки, из-за технических неисправностей мы просто этого не успели. Так бы вы увидели голограмму вместо среднего отделения бокса. Сколько времени подготовки, и все напрасно. Но даже на это у Skybox есть ответ. Оказалось, что команда приняла для себя очень важное решение. На самом деле мы не хотим на этом демо-дне брать инвестиции. Вот такая горькая правда. Мы хотим быть больными птицами. Пускай это будет дольше по срокам реализации, но это мы будем сами для себя, в свое удовольствие делать этот продукт. Что ж, мы желаем команде успеха в сольном плавании. И таким образом в нашей гонке на одного участника меньше, и, возможно, такое решение Skybox станет успешным для Хелко и их стартапа «Умной Гантели». Надежда, как говорится, умирает последней, но мы искренне верим в это. И верим в наше светлое будущее. Ну, в любом случае, в продолжении истории будет так или иначе, с другами без. Все-таки добьем до финишной прямой, я думаю, классно. Но и тут не все гладко. Ну, вот у нас сдохла гантель, допустим. Тема сейчас. Вот мы разговариваем, а там чувак сидит, поедет. До выхода остаются считанные минуты. Успеет ли команда решить технические проблемы, или это выступление закончится фиаско? Дамы и господа, умная гантель. Вот, собственно, она. Сложнее всего для нас было соединить два мира, можно сказать. Когда есть обычные гантели, это материальные вещи и цифровые вещи, программы, приложения. Итак, мы видим интерфейс нашего мобильного кабинета. Мы видим какую-то минимальную статистику, мы видим там какие-то ачивки и там уведомления. Соответственно, она считает, записывает, какое движение и когда было сделано. Соответственно, уже по этим цифрам считается весь дополнительный функционал. Почему именно гантель? Почему? Ведь не сильно похоже на спортсменов. Появилась реальная потребность, вот, знаете, боль, которой нужно найти таблетку. Когда ты чувствуешь, что для обычных занятий пойти в зал, ну, тебе скучно, тебе лень. Сначала вы себе выставляете цель. То есть, какую часть тела вы хотите улучшить, на сколько, за какой период. В зависимости от того, какая цель была поставлена, каждый день вам приходят те упражнения, которые именно сегодня нужно сделать. Все упоминания о том, что вы молодец, что вы там куда-то что-то победили, вы можете запостить в социальной сети. Мы сделали довольно серьезный функционал питания. Вы можете увидеть, что этот гамбургер был слишком большой, вам не следует его есть. Также все калории подсчитываются. Вся статистика вам доступна. Есть соревнования. Предположим, я хочу соревноваться с Романом Кравченко. На десяточку. Начать. И вот, допустим, Женя сейчас начнет заниматься. Кроме того, есть тренера. Вы всегда можете добавить либо своего тренера, либо найти его в нашей базе. Вы просто его добавляете, и он следит за всеми вашими упражнениями, как вы занимаетесь и тому подобное. Но внезапно мы подумали, что может быть что-то намного интереснее Гантели, которое просто тебе постоянно пишет notification, что ты лентяй. Поэтому что мы изменили, что мы добавили? Это игры. Помните все Flappy Bird? Ну вот мы тоже помним, к сожалению. Да. И вот сейчас мы поиграем в Flappy Dumble. Кроме того, для уже таких прокачанных спортсменов мы делаем таблетку. Это модуль, который подключается на любую штангу, на любую гантель, на любой вело, орбит и тому подобный тренажер и передает все координаты и ускорение на ваш смартфон. Какие юзкейсы? Это домашнее развлечение, это подарки, это реабилитация, это Connected Gym и групповые занятия. Мы классно выступили, все было вообще супер. Там овации, игра запустились. Ну, в принципе, все, что мы хотели этого дня, но, в принципе, так или иначе, оправдалось. Мы, конечно, довольны. Это было последнее выступление наших команд на сегодня. Время подводить итоги. Кому удалось убедить инвесторов, что их стартап покорит весь мир? Кто получит настоящие деньги и продолжит работу всей своей жизни? Узнаем результат уже через несколько минут. И пока инвесторы принимают решение, на сцене Демо Дэй команда Бранта представит свой проект. Бранта – один из первых украинских стартапов, которому удалось провести краудфандинговую кампанию и собрать 105 тысяч долларов для своего проекта. Возможно, сегодня так повезет и нашим командам. Уже через несколько секунд Роман Кравченко огласит предложение инвесторов. Каким оно будет и примут ли его наши команды? Подважаешь на то, что одна из команд вылетела, потому что она настыла за дедлайнами, то у нас еще два как раз бокса и две команды Богдан. Ну а также еще хлопцы. Олександр. Ти-джи-24, вас также мы сейчас просим на сцену. Сейчас я зачитаю. По условиям IoT Hub команда может принять несколько предложений от инвесторов, может выбрать одно или отказаться вовсе. Команда «Хелка» от Максима Рыбцова поступило предложение 50% за 20 тысяч долларов. Это первая ставка. Со стороны Екатерины Гориной 1% – это каворкинг-платформа, микроинвестирование 1% за 3 тысячи долларов. И со стороны IoT Hub оценка 10% за 40 тысяч долларов. Идет речь об одной акции за 4 тысячи. И коротко, получается в сумме 3 предложения. Я думаю, что сейчас ребята смогут принять решение, пока я озвучу по диджи. Со стороны Hub предложений по инвестированию не поступало. И каворкинг-платформы тоже. Но, думаю, из того, что интересно будет, это 25% за 75 тысяч долларов со стороны Максима Рыбцова. Это отличное предложение. Что же скажут сами команды? Богдан, есть еще один механизм, когда инвесторы объединяются. Так называемое «смарт-мани». И я думаю, это как вариант вот сейчас рассмотреть тоже в «Хелка» такую идею. Оптимальным вариантом будет от IoT Hub и от каворкинга-платформы. Гитая Волк! Ребят, ну и самое время теперь вам определяться. Что вы думаете по поводу всех полученных инвестиций? Решение принято? Возможно, их пока ищем. Решение принято. Мы соглашаемся. Будем делать нашу систему, запускать ее в мир. Браво! 75 тысяч долларов для Диджи и 43 тысячи для «Хелка» — это отличное начало. Впереди еще долгий путь к Силиконовой долине, и мы обязательно будем следить за развитием наших команд. Но главное, что стало ясно благодаря IoT Hub — стартапы в Украине есть. И при необходимой помощи даже в нашей стране можно честным способом добиться успеха. Скоро смотрите новый сезон IoT Hub, где на ваших глазах украинские изобретатели создают стартапы, которые сделают их знаменитыми на весь мир. Будущее начнется уже сегодня вместе с лабораторией и акселератором стартапов IoT Hub.